Призерку первенства Европы по кикбоксингу Фатму Марию Котч глава Сочи принимает в своем кабинете. Спортсменка с международного турнира, который проходил в Македонии, привезла две бронзовые медали. В подарок от мэра цветы и благодарственные письма. От мамы-чемпионки большое спасибо. Мы гордимся, что у нас такой мэр, который нас видит, слышит. Мы вообще просто гордимся. А главное, что такое было принятие, потому что благодаря вам она выиграла. Если бы не помощь мэра, этих медалей могло бы и не быть. Именно Анатолий Пахомов нашел шефов, которые проспонсировали поездку в Европу. Кстати, на встречу с мэром Фатма Мария пришла не одна. Младшая Сивал Ольга не отстает от титулованной сестры. В ее копилке призовые места самых престижных мировых турниров. Ко мне они пришли года полтора-два назад в кикбоксинг. Они уже до этого тэквондо занимались, там тоже показывали хорошие результаты. На самом деле очень много детей занимается. У меня уже больше 40 человек занимается. И ребята тоже показывают хорошие результаты. И девочки, кстати, начинают идти в этот спорт. И у них очень хорошо получается. Выступая за страну своими победами, сочинки в первую очередь прославляют родной город, отметил Анатолий Пахомов. Спорт, подчеркнул глава курорта, сегодня одно из приоритетных направлений. Много у нас ребят, которые себя проявляют хорошо. И они должны, конечно, иметь возможность участвовать в соревнованиях. Без этого не будет спорта высоких достижений. Поэтому все будем делать в обязательном порядке и дальше поддерживать, как только можем. Сегодня в Сочи в дополнительных секциях по большей части спортивных занимаются 86% школьников. Разные виды борьбы весьма популярны среди юных спортсменов. В том числе и поэтому было принято решение открыть в Сочи спортшколу, специализирующуюся на единоборствах. В школе номер 17 уже с 1 января будет открыт набор в секции. Но что касается дальнейших планов юных чемпионок, сразу после встречи с мэром они отправились в Лазаревку. Там сегодня стартовал чемпионат Краснодарского края по кикбоксингу.